Переходить железную дорогу на уровне строго определенном месте по мосту. Соблюдение этих простых правил – залог здоровья, говорят красногорцам железнодорожники. Вместе с представителями административно-пассажирской инспекции и администрации округа они проводят профилактическую беседу на станции Апалиха. Напоминания не лишние. Порой пассажиров безопасность заботит в последнюю очередь. На ловца и нарушитель. Зачем нарушаем? Ну зачем? Тут так быстрее, этот мост очень большой. И что? Лучше потратить три минуты и сохранить свое здоровье? Семи лет здесь. Безответственная привычка длиною в большую часть жизни на этот раз обошлась молодому человеку вручением памяток с правилами поведения для наглядности. В другой раз жажда сэкономить время и деньги может влететь в копеечку. Но дело вовсе не в финансах, говорят инспекторы, а в возможных непоправимых последствиях. Мужчина так же спрыгнув с платформы и поздно ночью и попал под проходящий поезд. Травмирование зачастую происходит смертельное. То есть травма серьезная, несовместимая с жизнью. Естественно поезд тормозной путь большой и скорость очень большая. С открытием МСД интервалы движения только в одну сторону сократились до 6 минут. То есть поезда ходят с очень большой периодичностью. Мы запустили поезда Иволги, который очень тихий, который очень сложно услышать. То есть когда он сближается, его слышно только в последний момент. И многие люди в телефонах, в наушниках, они просто не слышат этого. В прошлом году жизнью за выбор в пользу народной тропы в Красногорске расплатились 3 человека. Вопреки печальным показателям, популярность пути в обход конкурса на станции Апалиха пока не снижается. На Павшино и вовсе проламывают секцию забора, чтобы срезать путь. Поэтому рейды на платформах проводятся ежемесячно.